Всем привет! Это урок номер 11. Программирование на Луа для Роблокс. Этот урок посвящен таблицам. Таблицам в языке Луа. Таблицам, но мы их также будем использовать и как массивы в других языках. Мы также рассмотрим примеры в Роблокс. Дело в том, что если вы не понимаете таблицы, не поймете, то вы не сможете сделать сложные игры. Даже есть такая простая игра, вы наверное знаете, пятнашки. Пятнашки без массивов сделать невозможно. Так, ну и давайте пойдем вперед. Вот как у вас сложно написано в учебнике, что такое массивы. Поименованная совокупность элементов. Ну давайте не будем пока вот вчитываться в этот, не то что бред, но сложные для понимания какие-то слова. Давайте посмотрим в нашем Роблоксе. Так, я сделал скриптик. Давайте сразу начнем. Вы должны уже знать, что такое переменный. Поэтому смотрим на вторую строчку. local s присвоить, ну local s равно, и в кавычках идет текстовая строка. Это я создал переменную, для которой придумал название s. И занес в эту переменную s строчку. Теперь если мы напечатаем на экране print s, у меня должно напечататься содержимое переменной s. Запустил. Вот, текстовая строка напечаталась. Кстати, напоминаю, что если мы щелкаем вот в окошке output на любую текстовую строчку или ошибку, она нас переводит, открывает скрипт, в котором мы писали программу, и переводит на ту строчку, откуда была напечатана наша строчка. Очень удобно. Не забываем останавливать перед тем, как дальше редактировать. Итак, следующее. Local n присвоить 42. Все понятно? Переменной я придумал, сам придумал имя n. Обязательно запомнили, что n с маленькой n. Если я где-то в своей программе использую эту переменную, я всегда должен ее писать так, n. Потому что если я напечатаю, например, большое n, напечатать большое n, то мы получим nil. В языке луа... Ребят, я запустил же вроде. В языке луа nil... Вот, видите, nil. В языке луа nil означает ничего. Значит, такой переменной не было. Но если я здесь сейчас имя переменной изменю на n большое, то, конечно же, такая переменная появится. И вот у меня напечатано число 42. Итак, дальше. Следующая переменная. Это булевая переменная. Я в нее придумал название bu и занес в нее истину true. С переменными... Переменные мы повторили. Можно переменные складывать, присваивать в другие переменные, их значения и так далее. А теперь мы переходим к таблицам. Вот. Давайте открою браузер. У меня здесь несколько закладок. Вот что у нас написано в девелопер разделе для разработчиков Roblox. На самом деле это обычная информация из... Ну, как из учебника по языку луа. Дальше. Есть очень неплохое. Ну, вот здесь адреса сайтов можете посмотреть. На самом деле в Яндексе, в Гугле просто пишите язык, луа, таблицы. И вам очень много учебников попадется по этой теме. Также видео уроков много. Не моих, а разных. Про луа, таблицы. Ну, не могу все рекомендовать. Давайте вернемся. Итак. Как? Вернемся уже к теории. Итак. Переменная это какое-то одно значение. Вот мы придумали имя для переменной, например, а. И когда эта переменная названа, мы в нее можем положить какое-то значение. Ну, это как будто ящичек такой. Ящик, да. И мы в этот ящик под именем а можем положить какое-то значение. Например, двоечку положили. У вас по алгебре 2. А массив чем отличается? Массиву мы тоже можем дать название. Например, м маленькое. М присвоить. Когда мы создаем массив, видите, тут много элементов разных. Чтобы наш язык луа и роблокс поняли, что мы создаем массив или таблицу, мы должны написать фигурную скобочку. Фигурные скобки находятся на тех же клавишах, где и квадратные скобки. С шифтом их вводим. Включаем английскую раскладку и вводим. Так. Так как у нас много элементов, мы должны указать начало открывающей фигурной скобкой и конец фигурной скобкой. Если у нас пустой, пустая таблица. Все. Нам достаточно этих элементов. Открывающая скобка, закрывающая. Давайте посмотрим. Попробуем, сделаем. Попробуем. Создадим пустую. Можно local не писать здесь. Просто переменная m присвоить. Открываем фигурную скобку и закрываем фигурную скобку. И давайте попробуем, напечатаем что нам выдаст, если мы напечатаем m. Что нам скажет Roblox, язык Loa. Вот что нам напечатали. Нам напечатали. В переменной m содержится table. Table это таблица. И вот какое-то хитрое число. Это хитрое число. Это адрес. Адрес в памяти вашего компьютера. Где содержится это число. Ну, нам эта информация ничего не дала. Правильно? И вообще. Эта таблица мы должны узнать. Пустая она или нет. Как это узнать? Есть специальный оператор, который позволяет узнать длину нашей таблицы. Длина таблицы. Это означает, сколько в ней каких-то значений. Сколько в ней элементов находится. И оператор очень простой. Мне он очень нравится. Решетка. Цифра 3 вверху. Видите? Вот shift 3. Будет такой знак. После решетки мы должны указать имя переменной. Длину, ну, количество элементов массива в этой переменной мы хотим узнать, какой. Так. Запускаем. И смотрим. Должно написать длина таблицы 0. Так. А давайте добавим какой-нибудь элемент. У меня уже, видите, есть заготовленные таблички. Уже инициализировал ABCD. Сейчас мы к ним перейдем. Но я просто покажу, что элемент 1, 22, 55. Сколько элементов мы здесь насчитали? Правильно. Три штуки. Давайте теперь проверим. Правильно их сосчитает наш Roblox или нет? Да. Правильно. Длина таблицы 3. Отлично. Так, ну, про то, что в языке Lua вот такое вот слово, это nil, я уже говорил. Если мы пишем, например, s присвоить, видите, переменная была с текстовой строкой, s присвоить nil, то эта переменная исчезнет. Она сотрется из памяти, освободит место, не будет мешаться. А что будет, если мы этот nil запишем здесь? Сколько элементов, как вы думаете? Ну, ладно, подсказываю, что здесь три будет элемента. Три элемента. А что, если мы элемент попробуем в наш массив записать после nil? Например, вот так, шестерка. Длина таблицы уже указана 5. Это интересно. В некоторых реализациях... А, давайте-ка сделаем вот так. m. Сейчас мы работали только с массивом. Теперь давайте узнаем, как можно получить элемент массива. Вот как у меня в презентации здесь. Видите, есть первый элемент массива, что-то в него занесено. Это как коробочки. Вот переменная, она одну коробку содержит. А в таблице массива, в таблице массива, есть большая коробка, в которой могут лежать коробочки различных размеров. Например, вот одна коробка для первого элемента. В ней лежит семерка в первом элементе. А во второй, ну, можно это, знаете, как сказать. Вот у вас есть, например, дома коробка с папками. А в каждой папке хранятся грамоты, которые вы получали в первом классе, во втором классе. В конце вот некоторых награждают, знаете. Первый класс, второй класс, третий класс. Вот сколько у вас грамот. Ну, тут написано минус пять грамот. Но это, наверное, вы потеряли все свои грамоты за второй класс. Так. Итак, что если я хочу получить элемент таблицы под номером четыре? Я должен обратиться, написать не просто m. Я должен написать m маленько. И уже не в фигурных скобках, а в квадратных. И написать номер элемента, который хочу получить, например, четвертый. Давайте сейчас в нашей программе проверим, как мы можем получить элемент массива. К этому nil мы еще вернемся. Так, длина таблицы. Давайте следующую строчку напечатаем. Print m2, например. m2. В языке луа нумерация вот этих вот ящичков, элементов массива, начинается с единицы. Значит, в самом начале всегда первый элемент. В других языках, ну просто это не запоминайте, во многих языках начинается с нуля. Значит, вместо первого элемента будет здесь нулевой элемент, потом первый, второй, третий, четвертый. Но мне кажется, очень естественно, что первый элемент начинается с единицы. Итак. Мы хотим напечатать второй элемент. m и в квадратных скобках двойка. Запускаем. Какой у нас там должен вывестись элемент? Значения точнее. 22. Все верно. Давайте попробуем. Это первый, второй, третий, четвертый. Давайте четвертый выведем. Четвертый. Nil. Все правильно. Так. А что будет, если я сейчас... Вот смотрите. Как присвоить значение. Как получить значение, вы поняли. m четвертое. Как теперь в этот элемент, например, в четвертый элемент присвоить значение. Новое записать значение. Мы точно так же пишем имя нашего массива, квадратные скобки, номер элемента. Этот номер может содержаться в какой-нибудь переменной, например, x. А здесь, смотрите, давайте в x занесем четверку. Итак, в m, а в x у нас находится четверка, правильно? Четвертый элемент присвоить какое-нибудь значение. Ну, давайте, например, 77. И давайте посмотрим, что же выдаст наша программа. Да, видите, уже длина таблицы не изменилась, пятерка. И нам вывели 77. Потому что в x находится переменная x четверка. Соответственно, когда это выражение вычисляется в языке луа, вместо x извлекается значение четверка. И мы запрашиваем... А, мы заносим в m четвертый элемент 77. Потом мы печатаем этот четвертый элемент. Вот 77 получили. Все отлично. Давайте теперь такой эксперимент попробуем. Пусть здесь у нас будет, например, 44. Как вы думаете, результат изменится? Я вам сразу говорю, что результат не изменится. Потому что неважно, какое число было четвертым элементом, Видите, мы в следующей строчке, уже в этот четвертый элемент... Давайте я уже переменную сотру. Вы поняли, да, что можно переменные использовать? Или какие-нибудь выражения. В четвертый элемент этого массива мы заносим 77. Поэтому, что бы здесь ни было, это будет... Какое бы значение здесь ни было, оно будет заменено на 77. Запустим, проверим. Отлично. Давайте теперь такой злой сделаем эксперимент. Теперь мы в четвертый элемент занесем nil. Как вы думаете, что изменится? Ничего не изменилось. Количество элементов у нас осталось прежним. 5 штук. Четвертым элементом у нас теперь nil. Давайте теперь посмотрим на определение разных видов массивов. Я здесь немножко... Первое определение local a, вы, наверное, знаете. Я создаю локальную перемерную a. Присвоить фигурные скобки. Вы уже знаете, что в фигурных скобках будет таблица. И какие-то значения сразу в эту таблицу заношу. Так как эти значения перечислены через запятую, то это будет создана таблица как массив. Что это означает? Так, что каждому элементу, который мы через запятую здесь перечисляли, каждый элемент будет автоматически положен... Первый элемент будет положен в ящичек под номером 1 с индексом. Второй с индексом номер 2, 3, 4, 5. Все по порядку. Все нормально, все логично. Потом мы можем, например, следующей строчкой сделать вот так. a. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте увеличим размер. Добавим еще один элемент, чтобы он дописался в конец. Ну давайте я не буду считать сколько элементов. Как дописать в конец еще одно значение? Мы пишем просто. В квадратных скобках пишем решетка a. Это же имя массива. Но занести в элемент длина таблицы массива нашего плюс 1. Это означает язык луа. Так, ну и занести какое-нибудь значение. Например, 123. Что произойдет? Как вычислиться индекс, в который мы занесем новое значение? Решетка a считает текущее количество элементов нашей таблицы. Давайте сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, решетка a выдает восемь. Восемь плюс один. Это девятое. Девятого значения у нас нет. Но мы просим наш язык луа в девятое значение занести... Ой, по девятому индексу нашей таблицы таблицы массива занести значение 123. Что делает наш язык луа? Он как бы расширяет массив. Он добавляет пустой ящичек. Если смотреть презентации, вот здесь, допустим, вот этот ящик был пустой. Точнее нет. Он как бы эту скобку передвигает вот сюда. Здесь создается новый ящичек. Пустой. И в этот ящичек мы заносим значение 123. Ладно. Переходим дальше. Чем отличается вот эта строчка? Создаю уже не локальную, а глобальную переменную b. Но эта глобальная переменная все равно видна только внутри этого скрипта. Внутри всей этой программы. Здесь созданная local a тоже видна внутри всей программы. Здесь разницы нет. Local a или просто b. Итак, создаем таблицу b. Присвоить. Здесь уже что-то новое видим. Почему-то не просто не через запятую, а какие-то идут присваивания. А на самом деле это уже не массив. Это таблица. Таблица с ключами. Так, посмотрим, что у меня там. В презентации. Так, мы это уже прошли. Я вам и так рассказал. Давайте теперь попробую объяснить. Вместо названий, вместо номеров номерных индексов 1, 2, 3, 4, 5, 6 создается таблица с ящиками, в котором в первом случае будет название не единица, а name. Но я уж не буду писать новый name. Вот этот ящик называется name. Дальше смотрим, как второй ящик называется. Age. Возраст переводится. Давайте я напишу. Age. Так, и у нас еще есть третий ящик. IQ. Знаете, что такое IQ? Якобы уровень интеллекта. Я не очень домеряю этим тестом, но тем не менее, что-то они дозначат. Итак, здесь давайте скобочку закроем. Здесь скобочку откроем фигурную. Итак, мы создаем, как у нас там назывался B. Мы создаем таблицу B из трех ящичков. Первый ящик называется name, второй называется age, третий называется IQ. И что мы кладем в эти ящички? Катюша. Я давайте букву К напишу, что в этом ящике. Во втором возраст, по-моему, 12. Да? А IQ, ну какой-то там большой был. 200, например. Или даже еще больше. Мышкой тяжело рисовать, планшет я не подключил. Так, ну вроде бы выглядит как массив. Но, чтобы получить значение первого элемента, и кстати, ребята, когда вы создаете вот такую таблицу, в принципе, в памяти эти ящики могут быть перемешаны. Что, например, вот ящичек с name, он в конце лежит. А ящичек с IQ лежит где-нибудь в середине. Вот. А возраст в начале. Это когда мы с обычными массивами разбираемся вот с такими, у нас все строго в упорядоченных ящиках лежит. По индексу 1, 2, 3, 4, 5 индекс, 6 индекс, 7 индекс, 8 индекс. А здесь у нас уже вместо этих индексов ключи. Ключ это название на ящичке, где будет у нас храниться какое-то значение. Я уже 10 раз сказал, уж извините. Так, и как нам теперь получить имя Катюши? Давайте попробуем. Пишем print. Print B. Кстати, давайте просто print B сделаем. Посмотрим. Помните, print M у нас писала, что таблица. Да, B тоже какая-то таблица. Тоже нам ничего это не дает. Попробуем, напечатаем print B, а в скобочках пишем name. Но name мы должны писать в кавычках, чтобы оно поняло, что вместо числа, вот видите, вот здесь вместо числа 4, мы здесь пишем name. Должна напечатать Катюша. Отлично, Катюша напечаталась. Так, а давайте попроще. В языке Lua, ну это же язык, ну не то что для ленивых, мне этот язык очень нравится. Он упрощает нашу работу. Не хочу я писать вот эти вот скобочки, кавычки и так далее. Давайте воспользуемся более упрощенной записью получения элемента таблицы по имени ключа. Смотрите, какой у меня умный роблокс. Он сразу видит, я написал имя массива B. И он мне уже показывает, какие ключи есть в этом массиве. А у нас есть ключ name, помните ящичек name, ключ age и ключ IQ. Отлично, давайте теперь возраст выберем. Нет, давайте IQ. Так, ну и также мы выберем, что нам осталось еще? Возраст, да? H. Запускаем и смотрим. Катюша, IQ240, возраст 12. Классно. Давайте тогда и первую упростим. Что здесь нужно сделать? Name. И все будет работать. Имя IQH. Видите, как классно работает с таблицами? Вы создали таблицу, а в ней находятся как бы переменные, упорядочены. Но чтобы доступ получить каждой переменной, которая находится внутри таблицы, мы должны добавлять имя таблицы, точка. Имя таблицы, точка. Но вот, к сожалению, с массивами, где числовые индексы, такое не сработает. B.1 работать не будет. Давайте вот здесь, как пример. M.1. Видите, у меня сразу красным цветом подчеркивает редактор Roblox что-то не то. Увы, можно только вот так, в квадратных скобочках. Кстати, если вы хотите здесь использовать какой-нибудь ключ, который состоит... А, ключ может быть, например, каким-то значением. Например, вот так. True. True присвоить. Истина. Да, нам... Нет, ребята, нельзя. Видите, как я попытаюсь обмануть наш Roblox редактор, а мне вот говорят, что я не прав. Тогда поставим здесь единицу. Так, что у нас здесь такое? Тоже нельзя. Зато можно... В созданную таблицу можно... Например, записать первый элемент. B1 пишем первый. Это никак не уничтожит нашу таблицу. Вот таблица у нас уже создана. И мы теперь не полностью в B. Если бы мы написали вот так, B присвоить первый, то эта таблица бы удалилась из памяти и у нас бы в B занеслась строчка. Так, давайте посмотрим, запустим. И я сейчас B первый элемент еще выведу. Как вы видите, что здесь Катюша и все остальное осталось. Давайте выведем теперь запятая B. Так. Запятая B. Помните, что числовые индексы через точку нельзя пока указывать. Вот только так. B единица. Все сработало. Все отлично. Так. Скоро перейдем уже к этим ступенькам, которые у меня на экране. Потому что это будет... Это самое интересное. Мы уже заканчиваем. Почти. Так. Если я что-то забыл сказать по массивам... А еще, кстати, есть интересные вещи. Вот здесь мы смотрим. А, ну к этому мы перейдем. Перебор элементов массива. Не будем же мы всегда вручную писать второй элемент, третий. А если у нас этих элементов, если у нас этих Катюш, 200. Мы же не будем писать вручную индексы для первой Кати, для второй, для третьей, для четвертой. У нас есть циклы. Продлину массива я вам уже сказал. Так. Давайте эти принты я закомментирую, чтобы нам они в окошке не мешались. А все остальное остается. Итак. Здесь у меня... Я использую цикл. И от единицы до длины массива А. Смотрим на наш А. Где вот он? А, он у нас на экране виден. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тут мы еще добавили девятый элемент. Значит, от одного до девяти здесь будет. Вывести на экран элементы массива А. Смотрим, выведет. Да, видите. Он взял язык луа, вывел нам все элементы. Это очень удобно, очень здорово. Вы сразу, наверное, думаете, а как в игре можно использовать? Ребята, ну вы делаете многопользовательскую игру. Например, у нас там 20 человек. Вот так же вы можете перебрать все свои 20 человек. Сейчас мы, кстати, перейдем уже как людей, которые подключились к вам в игру перебрать. Здесь все просто. И от единицы до А. Все хорошо. Дальше. А что если у нас массив, уже не массив, без числовых индексов, а каждый ящичек называется каким-то словом? Так. Ну, тут еще табличка, что массивы могут быть двумерными. Это я в следующий раз как-нибудь расскажу. Сейчас мы говорили только про одномерные массивы. Вот. А к этому слайду будем возвращаться чуть позже. Так. Массив А мы вывели. Давайте я его закомментирую. Не будем больше его выводить. Давайте приступим к массиву B. А, нет. Опять же, тот же массив, но мы его выводим по-другому. Смотрите, какой есть способ. Есть цикл, не просто цикл for, а есть цикл, называется for in. Красным цветом здесь ключевые слова. For in. Мы пишем. К сожалению, русские буквы в нормальном языке луа здесь можно русские буквы использовать, и хоть китайские, но вот роблокс нам не дает, поэтому мне приходится вам писать по-английски. Имена переменных. Итак, пишем for. Здесь имя ключа. Здесь может быть любое слово. Вы прям имя переменной даете сами. Можно написать for k, запятая v, или for a, запятая k. Как хотите. Итак, пишем for k, запятая value, in, e-pairs, и в скобочках a. Что это означает? Попробую проще объяснить. В предыдущем цикле вы помните, что чтобы вывести it-элемент, вы у нас в данном случае находится в каждом повторе этого цикла, вы находится какое-то число. Нам приходилось писать вот так. a, и в квадратных скобках всегда писать i, чтобы здесь подставилось число, и вывелся сначала первый элемент, потом второй, потом третий и так далее. А вот есть более простой вариант, но я вам сразу говорю, что он немножко медленнее работает. Так что если у вас какая-то серьезная игра, ладно, не забивайте пока голову. Ну, реально, вот этот цикл немножко медленнее работает. Но немножко медленнее там, на долю миллисекунды. Вы этого даже и не заметите, игроки, наверное, заметят. Итак, в этом цикле у нас в каждом, в каждом, в теле цикла, это то, что находится между do и end. Здесь может быть много строчек, кстати. Здесь можно что-то еще, какое-нибудь принято или вычисление добавить, сколько хотите. Можно еще один цикл в цикл вставить и так далее. Но это тема другого урока. Итак, здесь уже сразу в ключе у нас оказывается, а давайте я запущу, это закомментирован первый, да, цикл. И вот что у нас вывел, что у нас вывел вот этот вот код. он печатает слово ключ текстом, потому что я напечатал, потом единица. В данном случае ключ это индекс, числовой индекс массива. Далее идет у нас значение, тоже текст я печатаю, и само значение value. Такой умный, такая умная запись цикла у нас сразу подставляет ключ, текущий ключ, переменную key, и текущее значение в переменную value. Поэтому не приходится писать больше ни имени массива, ни его индекса в скобочках. Мы здесь один раз написали вот это имя массива, а вот нам оно и печатается. Неплохо, да? Чем хорош этот такой вариант? Давайте я сейчас комментирую. Раскомментирую первый пример. И давайте попробуем напечатать элементы массива не A, а B. Что у нас в B находится? Так, вот это я тоже закомментирую. В B находится... B это таблица, во-первых. Здесь нет числовых никаких индексов. Значит, идет у нас name, age и IQ. А здесь смотрите. Мы просим наш цикл от единицы менять переменную i от единицы до длины массива B. Как вы думаете, массив таблицы, в данном случае таблица, сколько элементов она считает? Я вам уже печатал, все время выше показывал. На самом деле, эта штука вернет 0. Давайте попробуем. Так, здесь нужно тоже не забыть, а заменить на B. Запускаем. Ну что ж, на экран ничего не вывелось. Почему? А все потому, что решетка B это узнать длину 0. А цикл не будет работать, если число до которого нужно от единицы, до которого, если оно меньше, меньше чем единица. Ой, меньше, чем начальное значение. Так, ну, давайте вот это раскомментируем штуку. Видите, я в первый элемент все-таки заношу какое-то значение. Вроде бы длина уже должна в нашей таблице должен появиться один индекс. Все отлично. Теперь сработало. Теперь в нашей таблице есть один элемент с индексом единичка. Вот его нам и напечатали. Все. А остальные нам недоступны. Нам недоступна name Katya, недоступен ее возраст, недоступен ее IQ. Это очень горько. Что же делать? А возвращаемся к этому супер обходу массива, который использует E-Pairs. И давайте здесь попробуем B. B, массив B. Боюсь, что мы получили, мы получили, к сожалению, только ключ 1, единица индекс и значение 1. А где же всякие катюши и их умственные способности? Для обхода таблиц, в которых могут быть любые индексы и числовые, и не числовые, мы должны использовать здесь не E-Pairs, а Pairs, пары, переводится пары. Все, сейчас мы должны получить полностью все на экране. Да, вот отлично. Ключ 1, в нем лежит первый ключ IQ, ну и так далее. Не буду это читать, вы это все знаете. Итак, наконец-то мы подбираемся уже ближе к нашему Roblox. Но Roblox это такая штука, в нем очень много читеров раньше водилось. Ну и сейчас вы, наверное, знаете, есть видео, там народ пишет, как читерить. Не люблю читеров, кстати. И не люблю играть в игры с читами. Так, что же можно сделать? Давайте попробуем, вот у нас есть справа папка, в эксплорере. Это объекты, которые находятся у нас в нашей игре. В переменную t давайте даже вот так. Я на одном из уроков говорил, что все объекты внутри нашего Roblox происходят от какого-то единого предка. У предка есть название instance. Помните такой instance? вот instance.meu Все объекты происходят от этого инстанса. А в инстансе есть такой метод getChildren, получить детей. Сейчас я объясню, что за получить детей. Покажу сначала защиту нашего Roblox. Как нас Roblox не пускает в свое нутро. запускаем. Не могу ну в общем из-за проверки доступа у вас нет доступа не могу вам вас пустить в тот или иной элемент. Смотрите, что нам напечатал Сначала показываю что Game. Помните, что корень наших элементов все вот эти элементы находятся в Game. Даже Workspace находится в Game. Помните? Game.workspace Итак, что я попросил сейчас у Roblox у нашего. Создай массив из детей гейма. Что за дети гейма? То, что в Game вот какие папки вот эти лежат, он должен в этот массив все эти папки сложить. Чтобы мы потом могли к этим папкам обратиться, что-то с ними сделать, посмотреть, что в этих папках лежит. На экране выявилось. Итак, в Game у нас лежит Workspace Run Service We Service Stats Sound Service и какой-то еще один сервис, который нам не дали даже посмотреть. Нельзя ни имя посмотреть, никак к нему доступ не получить. Потому что если бы хакеры получили доступ в этот сервис, они могли бы что-то там сделать. Уж не буду предполагать, что они там могли сделать. Ну ладно, раз нам не пускают в эти сервисы, хотя бы в Workspace пустите, тогда мы укажем не просто дети а покажи нам детей в папке Workspace. И заметили, вот эта вот штука GetChildren она возвращает массив вот такого типа. Не таблицу, а массив. Значит каждый элемент каждого ребенка, который она в этом массиве найдет, она положит в массив с индексом. Вот такой. Значит первая ребенка нашла, сюда в ящик номер один. Второго ребенка нашла, во второй ящик. Только вы не думайте, что тут детьми называют все, что лежит в этой папке. Как бы папка родитель, а то, что в ней внутри находится, это дети, Children. И поэтому, когда вы получили массив из этих детей, то обходить этот массив, перебирать элементы сначала первый, второй, третий, вот таким самым быстрым циклом можно делать for и от единицы до длины этого массива. Имя массива я придумал T, можете любое использовать, как вы хотите, только не забудьте здесь тоже поставить это же имя и вот здесь эти же имена. Так, вот эта вот штука Type of в предыдущем уроке 10R, по-моему, или не помню, какой у меня урок, про встроенные функции Луа и Роблокса. это вот встроенная функция Роблокс, которая выдает тип элемента. Что это за штука? Вот. Вот здесь я пишу первый элемент, первый, первый, так, я еще не запустил. Будет сейчас ругаться у нас Роблокс или нет? Нет, никакой ругань, все отлично. Мне прекрасно выдали список детей, которые находятся внутри папки Workspace. Game Workspace Получи детей. Get Children. Получился у нас такой массивчик. И в этом массиве первым лежит камера, второе Base Plate, Terrain, Steps, Part. Part какая-то деталька лежит. Steps это папка. Я создал папку Steps. Отлично. И вот типы их выведенные на экран. Instance. Камеры, Instance. Так. Хорошо. Ну, как бы нам для игры это использовать не очень получится. Что же можно сделать для игры? Давайте посмотрим, что у нас в игре есть. А у нас есть вот такая парт деталька, это ступенька, чтобы на эти ступеньки подняться. Я сделал папку и в ней куча деталек всяких. Назвал Steps ступеньки. В общем, видите, я на папку нажал и у меня выделены все ступеньки. Здесь можно в эту папку добавить еще хоть 200 деталей. Давайте получим детей этой папки. Содержимое папки. Что же у нас в папке? Так, Workspace и пишем Steps. Steps получить детей. Давайте выведем. Она должна мне все эти ступенечки, которые в папке. Да, отлично. Я некоторые даже переименовал, чтобы было видно, что у них разные имена. Part парт 1, 2, 3. О, парт бэк неправильно лежит. Это вот задняя, видите, стенка. Я ее вынесу сюда, Workspace. О, все. Так, давайте перезапущу. У меня должен быть список. Уже, да, вот. Парт 1, 2, 3, деталька 1, 2, 3 и две с одинаковым именем. Хорошо. Кстати, можно не переименовывать. Я теперь хочу с этими деталями что-то сделать. Имена их мне, в принципе, особо и не делаем. Давайте я им перекрашу в разные цвета. Не буду опечатать. Я делаю вот так. t и t. Это уже у нас деталька, значит, находится здесь. Нам не надо писать Game, Workspace, Steps, Part 3. Она у нас уже находится здесь. Кстати, чтобы не писать все время t и t, можно написать вот так. Local p, деталька Part. И теперь буду писать вот так. p, точка, если не ошибаюсь, BrickColor. Я буду цвет менять. Получить новый BrickColor. BrickColor и там есть рандом цвет. Сейчас запущу и у меня все кирпичи, которые находятся внутри вот этой папки, все перекрасятся в случайные числа. Не числа, извините, в случайные цвета. Так, ну уже что-то вижу. да, видно, что изменилось. Причем стенка вот эта вот задняя, да, 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 все отлично видно. Эта ступенька и задняя стенка, они находятся в нашей папке Steps. Поэтому они не затронуты. Что еще можно сделать? Можно, например, одну из этих деталей случайным образом спрятать. Вот у меня уже есть этот массив. пусть у нас он красится в любой цвет. Давайте теперь случайную деталь я спрячу. Не спрячу, а так, как посмотреть Collisions, чтобы она проварилась. Can Collide. Вот. Can Collide я сейчас уберу. это можно делать таким образом. Смотрите, у вас огромный коридор из ступенек, вы можете одну из ступенек каждый раз, вот, игрок начинает играть и каждый раз случайная ступенька будет, через которую будет игрок проваливаться. Это же здорово, чтобы ловушка была не на одном месте, а на разных. И для этого писать-то всего-навсего одну там или пару строк кода. Так, что мы делаем? Во-первых, мне нужно случайное число, мне нужно узнать, выбрать случайную детальку из этих. А их может быть 5, а в вашей игре их может быть 25. Как узнать? Сейчас давайте придумаем. Так. А все очень просто. Local n присвоить переменную n занесу math random и случайное число от единицы. Пусть он у меня выберет случайный номер от единицы до количества деталей в нашей папочке steps. Как я узнаю это количество? А мы вот этой строчкой уже получили детей steps и мы можем уже здесь использовать решетка t. Решетка t. Вот в этой решетке t количество вот эта строчка она уже нам занесла. t создала табличку с элементами поэтому мы можем совершенно честно использовать решетка t. Все теперь у нас в этой переменной n находится либо номер 1, 2, 3, 4, 5 от 1 до 5. И давайте теперь мы нашу детальку t уже не t пишем, а t n потому что нам нужна эта n которая мы случайно выбрали can collide надеюсь я правильно присвоить false это означает что она будет пропускать другие детали нашего человечка сверху давайте попробуем какая деталь выпала выпала вот эта деталь а все остальные нормальные мы можем перепрыгнуть да все остальные нормальные можно попробовать вот как давайте запустим еще раз и смотрим какая теперь деталька вот теперь вот это здорово да так деталями понятно также мы можем эту детальку сразу подсветить иногда же мы хотим игрока вот знаете когда я играю в игру если я не вижу никаких подсказок какая ступенька меня ну придаст хоть маленькой подсказки я в эту игру играть больше не буду так прозрачность я хочу сделать полупрозрачный как у нас transparency transparent transparency 0 обычно когда мы полный путь печатаем game.workspace и steps и имя детальки нам здесь будет подсказывать язык ой вот этот вот редактор роблокса будет прямо слова подсказывать но так как мы здесь хитрое название пишем у у нас роблокс пока мы не запустили он же не знает какая деталька здесь лежит и он не может подсказать поэтому мне приходится вручную вот я уже опечатку сделал transparency не false а должно быть число например 05 там от 0 до 1 05 это значит полупрозрачная наполовину будет так что у нас тут полупрозрачная так ребят а у меня включен такой нехороший режим вот этот вот режим view вот этот вот во этот режим не давал мне смотреть ну там не видно прозрачный или нет он накладывает сверху сетку да и сейчас я что-то не очень вижу да ладно не буду с этим транспор а ребята он же у меня ругается я опять какую-нибудь ошибку сделал транспар ринси транспар ринси надо сразу обращать на красные строчки о вот эта ступенька на которой я нахожусь она у нас как раз прозрачная отлично так давайте-ка еще раз запустим поняли да в чем моя ошибка наверняка сами тоже такие совершали не волнуйтесь это такие глупые ошибки которые все наверное когда-либо совершают так ну у меня немножко тут роблокс подвисает пока он подвисает не будем терять время давайте посмотрим для чего можно использовать таблицы в роблокс в них хранится буквально все что есть в роблокс но это вы наверное уже поняли также список игроков которые подключились на ваш уровень мы сейчас посмотрим список игроков список деталей в поле ну и в воркспейс в папке вот сейчас мы смотрели в модели вы знаете что ваш герой так вот у нас тут все загрузилось а вот мы видим нашу предательскую ступеньку отлично так вот дальше переходим в пальки модели гуманоиды вы знаете что у вас человечек тоже состоит из деталей например вот был у нас урок где мы делали какую-то деталь мину например да и когда вы своим человечком пытаетесь на эту мину наступить она взрывается но дело в том что вы на нее можете наступить не ну как бы ни головой ни телом а ногой или рукой поэтому если вы вернетесь в тот урок про мину вы увидите что тоже мы получаем детей детей того существа которое дотронулось до мины и внутри этих детей ищем ребенка так называемого с названием гуманоид например дотронулась нога человечка вот нога да и мы ищем есть ли вот как бы в этой модели еще и такая вещь как так называемый гуманоид во всех игроках гуманоид должен быть после этого мы определяем что это человек и после этого мы можем уже уменьшить его здоровье сделать что-нибудь другое например ну неважно придумайте так таблица с врагами зачем нам нужна таблица с врагами смотрите например у вас 200 зомби 200 зомби благодаря этой таблице вы можете ее в цикле проверять можете смотреть какое здоровье у каждого из зомби если например у 55 зомби здоровье уже маленькое можно его взорвать и заменить его новым или например сменить тактику поведения у зомби у которого здоровье меньше 50 процентов осталось например сделать его агрессивным чтобы он бежал на вашего человека и так далее и так далее что угодно так ну и последний пример раз вы до сюда дожили давайте давайте так это я комментирую видите как в уроке про таблицы у нас удалось что-то из роблокса какой-то элемент который вы можете в своих играх применить так давайте получим список список игроков players просто game players когда игра запущена то в players вот видите папка в ней появляются уже игроки подключены давайте напечатаем так у меня есть печать тоже убираем итак перебираем всех подключенных игроков и печатаем надо get children ничего не вывелось почему не вывелось я не буду здесь лишнюю информацию из других уроков размещать но дело в том что когда мы запускаем игру вы запускаете свою игру она запускается без игроков а потом вы ну вот ваш тестер в данном случае мой человечек он подключается уже спустя какое-то время к этому моменту этот код уже выполнился так что все честно здесь не было ни одного игрока поэтому есть конечно хитрые команды ожидать хотя бы одного игрока но я сделаю тупо зато понятно wait подождать 3 секунды и уже после этого получить всех игроков и вывести на экран итак мы уже за 3 секунды как бы подключились ждем сейчас вывода по 3 секунды прошло вот мой ник вывелся что мы теперь можем сделать мы можем например здоровье моего уменьшить например ты и ты я не помню там гуманоида нужно то что-то на память не помню а справочнике копаться неохота так часа появился у меня здоровье ладно гуманоид давайте посмотрим так и там характере лежит ума но это потом в любом случае в уроке про мины у меня есть с этим здоровьем ладно не будем смотреть на этом урок заканчивает ссылки на сайты можно посмотреть здесь я их наверно добавлять не буду здесь вы и так найдете на сайте девелопер roblox а все остальное в яндексе в гугле найдете урок луа и например что вас волнует таблицы тогда прям сразу по-русски вам покажут с примерами что как из более сложно дело в том что в таблицах есть еще некие методы можно например с таблицы складно клонировать таблицы можно таблицы можно удалить какой-нибудь элемент из середины можно склеить несколько таблиц но здесь где-то написано про это ну вот написано table insert имя таблицы и какой-то элемент вот он в конец добавляет если мы пишем конец таблицы нашей добавляет элемент вот он элемент шестерку и вот видите в результате получилось 1 2 3 4 5 6 а если мы пишем так table insert имя таблицы с какого точнее какой элемент из какого индекса какой элемент вставь 0 по индексу единица а все остальное сдвинется вправо так что он 0 сюда вставляет и в результате 1 2 3 4 5 сдвигаются вправо вот ему в тейбл римов имя таблицы пишем и номер индекса который вы хотите удалить вот а в таблицах которых индекс виде слова вот как нашей катюши до нейм если вы хотите удалить если вы хотите удалить элемент нейм просто пишите т . нейм присвоить нил все он удалится ну в любом случае если что-то непонятно почитайте текст на этом пока ставим лайки лайков что-то мало зрительно хотя подписчиков много вроде и комментариев много сегодня я собираюсь записать еще один урок на этом уроке мы будем делать игру и как раз нам нужны там массивы без массивов мы бы не разобрались ребята извините возвращаемся и я говорю еще об этих двух штуках которые я забыл вам сказать дело в том что когда мы создаем переменную а или б я про это конечно говорил в других уроках возможно невозможно точно они видны только внутри этого скрипта а этот скрипт главный наш скрипт я его создал вот здесь сервер скрипт сервис все эти переменные таблицы все это видно только внутри него а если у нас есть скрипты вставленные в какие-то ступеньки дома шлагбаумы мины и так далее как сделать чтобы они видели друг друга дело тогда вы создаваете вашу переменную или ваш массив и предваряете делаете префикс через точку пишите почерк же большое обязательно точка и потом имя вашего массива или таблицы или переменной в которой какое-нибудь число или текст точно так же можно использовать еще и другой привез шарит ну общие будем говорить общие это как бы общий для всех скриптов кроме local скриптов про local скрипты как передавать данные между скриптами local которые на нашем игроке и серверными это будет отдельный урок вот там тема сложная а вот так очень просто просто используйте такое имя массива шарит . имя массива или же . имя массива создание и потом везде тоже не забывайте добавлять эти свои почерк g здесь например ведь у нас был бы просто бы здесь должно быть при создании почерк g большое . b и здесь мы должны писать решетка почерк g большое . b и здесь тоже почерк g большое . b только так все на этом наконец-то конец вроде ничего не забыл пока